Вы верующий? Ну, не в то понятие, которое есть в нашем мире, связанное с религией. А для чего человек создан на земле? Человек, чтобы умереть. Создан, чтобы... И другой цели, как умереть, больше нету. А какая еще может быть цель? А чем он тогда отличается от таракана, от... Ничем, абсолютно ничем. Мы рождены, чтобы умереть. А вы этим довольны? А у меня нет другого выбора. А вот Пушкин говорил так, что согласен стоять одной ногой на выступе, в сплошной тьме, над пропастью, вечно стоять, но только осознавать, что мое я не уничтожилось. Так вот, Господь умер за нас, Христос, и дарует жизнь вечную. Царство небесное. А грешники, которые не верят, будут в аду мучиться. Вот какое дело-то? А если нет? Если это все не так? Если все это ложь выдумка человеку, ну что... Ложь? А кто это выдумал, эту ложь? Были свои умные люди в свои века, которые придумали Библию, написали, и все. А Библию кто писал? Хоть автор одного знаете? Я слышал, я не помню фамилию, но мужик был раун. То есть это был смертный обычно, я не какой-то иду. Ну, допустим, ладно. Ветхий Новый Завет, я скажу, две части. Ну, Ветхий Завет это был до Христа, а теперь апостолы проповедовали. Так апостолы были рыбаки бедные, их терзали и убили, казнили. Так они выдумали для того, чтобы их убили. Жизнь отдали за это. Вы сами подумайте, не сходится это. Никак. Что если человек бы придумал, богатый, угнетать бедного, но богатого ни одного не было. А были самые бедные люди, и они жертвовали всем. Все, что было, продавали, чтобы бедных накормить. Видите, вы чужого слова говорите, а никого не знаете. Это неправильно так. Вот, допустим, если человек, я был неверующим, то я могу рассуждать о неверующем, как я жил. А если вы ни одного дня не были верующим, вы о верующих вообще не можете рассуждать. Вы не знаете. Я туда вообще не езжу, меня этот мир не особо интересует. Живите себе спокойно, люди молодые, я себе спокойно. Что после смерти заработать ад. Да? Сойти. Я беру в доли такой понятия какой-то пустоты, что ли. Да, Достоевский говорит, после смерти обрящут лишь смерть. Да мало ли ты что говорит, то есть. Э, нет. За это люди отдали жизнь. А вы слышали, что есть такая Нобелевская премия? Какая за глупая смерть или что? Ну, Нобелевская, Нобелевская. Она большая? Нет. Ну, что Нобелевская. За великие, разные какие-то. Очень-очень надо быть хорошим, чтобы получить Нобелевскую премию. Какое-то изобретение сделать или в защиту мира. Так вот, 98% Нобелевской премии лауреатов за всю историю эту верующие люди. Это о чем-то говорит или нет? Они верили, что есть Бог, как Исаак Ньютон, как физиолог Павлов Иван Петрович. Это что, люди ничего не знали? Вот только что на днях умер лауреат Нобелевской премии Алферов Жорес. Физик наш, российский. И что? Они все ошибались, а я не верю в Бога, поэтому тренька и бренька нельзя. Люди придумали себе веру, чтобы думать, что вот я живу хорошую жизнь в этом мире, и в следующем этапе я буду в районе наслаждаться, попивать коктейльчики на пляже в Майами. А здесь я просто буду хорошим. А буду плохим, попаду в ад. Вот что вот мне всегда интересно было, что думают верующие, когда в той же какой-нибудь церкви просто крыша падает и убивает множество людей. Это что, такая кара Божья или игра какая-то, или что? В чем смысл? Это воля Божья исполнилась. А зачем он живет, если Бога не славит? И поэтому Господь... У них же, то есть, христиан, которые пришли молиться на Него, которые пришли присоединить помощь, может, некоторые проблемы в жизни. Вы вопрос задали? У вас уже заранее выдавливаются слова такие, а я не хочу слушать. Неправильно. Вы задали вопрос, я отвечаю. Мы волю Божию не знаем. Бог бы мог не создать нас. И поэтому у одного такая мысль, а у другого другая. И вот меня Господь арестовывает. Я не один раз был под арестом. Пять тюрем прошел. За слово Божие, не за что-то, за проповедь. И теперь я вижу, как хорошо, что я там был. Как Солженицын говорит, выходя из тюрьмы, я сказал, благословляю тебя тюрьма. Как много я узнал. Я там проповедовал, сколько людей, преступников, встали на правильный путь. Жизнь пошла по-другому. А был бы неверующий, ну, даванули, а там что попало с тобой делать? Там убивают, там насилуют. А ко мне пальцем никто не прикоснулся. Я верующий. Из других камер стучат. Скажите, батюшки, мы идем на суд, чтобы как-то там полегче с нами были-то. В этой жизни с Богом полная уверенность, что я в руке Божьей нахожусь. Вот мы поехали, миссионерская поездка. Мне Господь позволил 38 томов написать о жизни, которые мне в университетах, в тюрьмах. Люди встречались, вопросы задавали. И мы посетили, мы в Барнауле живем. Мы доехали до Владивостока и до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. Турцию прошли, Прибалтику и Скандинавию. Я везде дарил книги, библиотеки. 650 городов. Я нигде ни разу не пожалел, что я верующий. Какое внимание от людей. С какими людьми встречались. Мы среди мусульман были. Они знают, что я верующий. Они как родного принимают. В Чечне три раза были. Они верующие. С тобой разговаривать не будут. На любом километре тебе, говорят, поставят к стенке. А к нам мы вместе ходили. В доме мулы ночевали. Мулы – это священник у них. Верующим быть на земле – это уже счастье. Так я имею еще и цель. Мне 80 лет уже. Вот в июне будет. Я себя ни года не чувствую, ничего. Хотя прошел такое, мало кто живой оставался. Это Бог дает так. Я каждый день благодарю Бога за дары Его, за пищу, за солнце, за свет. Мое сердце ликует. Человек говорит счастье. В интернете, если вы зарядите мое имя, фамилию, Лапкин-Игнатий, там рассуждают люди. Большие профессора бывают, академики. И вопрос задают, кто самый счастливый? Меня люди везде называют самым счастливым человеком. Я говорю, а почему? Там прокурор, край, генерал, лейтенант сидят такие. Потому что вы делаете то, что вам нравится. Да, я это люблю. Люблю Христа. Я тружусь для него. Создал лагерь детский. 45 лет его начальник. Тысячи детей подняли. Без государственной помощи. Ни рубля. Строим деревню 27 лет. Православную. Нельзя пить, курить, материться, воровать. Первым делом храм Божий. Школа государственная. Знаете, вот люди со стороны приходят. Вот вы сейчас зарядите здесь YouTube. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. И вы зайдете на мой ресурс. И там в YouTube у нас 14 тысячи 400 роликов. Все по плейлистам разложено. Вот. Посещаемость не такая и большая, но 31 миллион просмотров. Почему? Потому что людям очень это интересно. Очень интересно. Я с Богом. Как я с мэром города. Как подходят ректора. Как они относятся в университете. Он обнимает, целует и говорит, я преклоняюсь перед этим человеком. Почему? Я с верой прошел победителем в этой жизни. От меня ничего не могли выжить. Следователь обратился, покаялся, стал верующим. Привезли одного еврея ко мне показать. Он стал батюшкой сейчас священником. Наум Израилевич. Вот какое дело, дорогой мой юноша. Это в этой жизни. Нет, вот у меня все один вопрос интересует кого-то. А если вы умрете и ничего нет, абсолютно ничего, вас разочарует. Ну, представьте, я понимаю, что вы считаете все, что иначе будет райское блаженство. А если нет? А куда вы денете, допустим, испытание, которое провел профессор Мауди-младший? О том фильме «Сбежавший из ада». Человек умер. Умер. Ну, говорят, клиническая смерть. Но он умер. И он возвращается. У нас женщина... И как бы он видел лад? Ты рассказываешь, что он видел лад правильно? Вот ум у человека 4,5-5 минут уже отмирает. Все, возврата нет. А человек здесь 20 минут лежал на дне озера. Да, он ударился, да, потерял сознание. 7 позвонков разломалось. Сергей Козлов, он 17 лет лежал парализованный. Богатырь. 2 метра ростом там такой. Ничего не осталось. И он обратился к Богу. Стал иконописом. У него двигалось только вот это предплечье. А руки вот так скручены, и он мышкой работал. Какой ум у него пронзительный. Вот если на наш ресурс зайдете, во свете Библии, его ролики, и мои, ну и тоже, я ежедневно ставлю его ролик. И вы увидите, какое мужество в человеке. А неверующий, он на себя руки накладывает. Они ответы увеленули. Я вас спросил, что вы почувствуете, если все-таки все это... Ну ничего, нет абсолютно ничего. Вы разочаруете? Не, знаете что? Вот если вы зарядите у сюжанина Клавдия в Барнауле, она умерла. И на второй день воскресла. На второй день. Вы не отвечаете мне на вопрос? Я... А какой вопрос? Вопрос в том, ну вот, вы умрете, и поймете, что все, что все, чему вас учили с детства, вся Библия, все это вымысило, нет никакого ни Бога, ни рая, ни ада, как это нету? Да Христос не воскрес, разве? Вы увеливаете от ответа, что вы почувствуете. Разве вы разочаруетесь? Да нет, конечно, конечно нет. Да даже допустим, давайте так, предположим, ничего нету, я умер, ничего нету. Ни Бога ничего нету. Ни Бога ничего нету. Просто я умер, как все, лопух на могиле. Я в этой жизни жил. Интересно. Какие у меня встречи были, какие люди, сколько детей встали на правильный путь, сколько преступников через мои шаги обратилось к Богу? Я вспомню, я вас слушаю, это стоит достойное уважения, это очень хорошо. Да, это, да. Стоит лагерь посредством тысячи, это прекрасно. Но все же вас не разочарается, что вы решили. Я ничего не проиграл, понимаете? В этой жизни я жил счастливо. Верная жена, семья, работа, друзей, врагов, всего у меня хватало. И везде я считался за человека. А неверующий он никакой. Друг друга обманывает. Ты даже с товарищем жену не оставишь на день. Вот такое дело. А если теперь, я с вами согласился, вы правы, Бога нет. Теперь вы со мной согласитесь. Бог есть, а вы Ему не служили. Вы проиграли все в этой жизни. Курили, пили, блудили и пошли в ад. В огонь, где скрежет зубов и плачет рыдание. Все, вы в любом случае проиграли. А я даже Бога нет, я ничего не теряю. Я жил, я в это верил. Я счастлив был этим. Я каждый день молюсь Ему, получаю ответ. Вот эта встреча, она запрограммирована, была в Бога от вечности, что мы с вами встретимся, будем беседовать. Перед тем, как пойти, я уже попросил сегодня. Конкретно, определенно, при людях. Пошли мне молодого человека, который совсем Бога не верит. Как мы поговорим? Для человека неверующего это просто встреча. А для меня это ответ Божий. Чтобы вы узнали. Ну, знаешь, я не верю в то понятие Библии, которое у нас есть. Я верю, что нас кто-то создал. Ну, так просто разбить. А вы Библию считали сами? Нет. Ну, суть не в этом. Вот посмотрите. Ага. Я ее считаю, 56 лет. С толкованием. Преподаю разных профессионалов в университетах пяти. Три радиопрограммы. Я только о Библии говорю. Обо мне Бог сделал так. Сняли фильм. Называется «Златоуст из Потеряевки». Документальный. Он занял первое место в России. Это не моя оценка. Первое место. Первый фильм снимали при чусти. Он главный приз сделал на международном конкурсе «Золотой Витязь». Еще дураки одни. Там профессора были в ГИКах. Сколько людей было. Епископы. И первая премия. Не то, что я там какой, а дело какое. Нас называют «Искорка возрождающейся России». У меня в детском лагере лозунг висит «Россия должна встать». Второй лозунг «Россия – это мы». И каждый ребенок скандирует это. Неверующий ничего этого сказать не может. У меня особый порядок был. В пять подъем. Дети должны искупаться. Работают. Они все умели делать. Растения разбираться. На коне кататься. Лазить. Игры разные. Им было интересно. Я 45 лет начальник детского лагеря. Да еще два года добавить. Теперь уже по домам дома купили. И ни рубля государство не дало. Повторяю, тысячи детей прошли. А будь я неверующий, да зачем мне это нужно? Я для Бога делаю. Привозят ребенок. Он вот так вот. 11 лет он забежал. Канаплю взял и дрожит весь. Наркоман. Родители через месяц приезжают. И они его не узнают. Он бросился, обнимается. Сестренка. Он его только долбил, говорит. И приезжает не кто-то к нам. А из Англии, Лондон. Ксения Деннон. Директор Кэстонского института. Она сговорилась с Останкинской в Москве. И оттуда ее сопроводили к нам. У нас деревню мы строим где. И она пробыла здесь. И какую статью написала. Просто зрите Игнатий Лапкин, Ксения Деннон. И вы увидите. Она, я говорю, ты половина не слышала, что рассказали. Она увидела. А я еще особенного ей не сказал. Она побыла и увидела. Она нигде не видела. Ни в Америке, ни в России. Ни в Лондоне. А почему Бог? Это Бог так сделал. 21 тысяча сел разрушено в России. А это не просто разрушили. Вот тут выступает депутат законодательного собрания, краевого собрания в Барнауле, Нина Данилова. Она говорит, это не просто с карты название ушло. Это потеря территории государства. Там Китай наступает, а здесь южные народы. А мы взяли землю и с нуля начали строить. Деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Одна такая деревня на всю Российскую Федерацию. Сегодня, 20 марта 2019 года. Если вы желаете больше узнать, зарядите Игнатий Лапкин в скайпе, и вы на меня снова выйдете. А зайдите на наш YouTube, во свете Библии Игнатий Лапкин. Я не обманываю, у нас это грех. Земля заброшена. Мы с нуля начали. Ничего нету. Нету. И вдруг храм, школа. И ученики кончают почти все с красными аттестатами. В институте учатся с красными дипломами. Нам есть, что показать. Ни одного развода. Дети, которые бывают... Вот у меня племянник пошел служить в президентском полку. На вес золота наши люди идут. Он нигде не обманет. Он верен. Верен до смерти, как Господь приучил нас. Так что вы пересмотрите в своей жизни многое. Быть верующим, это значит быть верным Богу. Быть бессмертным. После смерти воскресения из мертвых страшный суд будет. Лермонтов писал на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой. И мысли, и дела он знает наперед. Ну, кто знает, кроме Бога? Пушкин верил. Лермонтов верил. Некрасов верил. Блок верил. А ты кто не веришь? Лев Толстой верил. Достоевский верил. Гоголь верил. Я беру только здесь. А ученых если взять? А тут еще не вырос. Еще опыта нет. А я не верю. Почему? Страх отвечать за свою жизнь. За все подлости. А ты скажи, Господи, избавь меня. Ты умер за меня. Прости меня. Христос может тебя простить и начнешь новую жизнь. Он умер за наши грехи. Это так удивительно. Этого нет ни в одной религии мира нигде. У нас не в религии дело, а во Христе. Он умер за нас. Вот 2019 год. Это от Рождества Христова идет. Кто-то придумал. А кто придумал? Вот рыбаки были. Что они против самих себя? Они умирали. Их казнили. И что? Они всю жизнь отдавали за то, что сами придумали. Нарошенную идею. Надо думать, что говорить. А кроме того, у меня живая связь с Богом. Я молюсь и получаю ответ. И притом не просто так, а звонят из Германии. Вот. У нас операция у сына, у внука она говорит. Помолитесь. Я говорю, а что, в Германии некому молиться? А мы слышали, вам Бог отвечает. Ну, Бог отвечает, но наша молитва-то ничего не значит. Просто Бог отвечает и все. Стали делать операцию. Я говорю, будете делать операцию, а он умрет у вас через пять минут после начала операции. Вы будете делать ее? Она молчит. Я говорю, так вы ищите не Божьего, а своего. А теперь, а если он будет жить? Если будет жить, он будет преступник, наркоман. Бог мне открыл будущее. Вот вообразите, что я знаю это. Вы будете сейчас просить, чтобы он не умер? Она молчит. Вот понимаете как? Я не прошу здоровья, я прошу волю Божью. Да будет воля Твоя, Господи. Так вы это сказали. Я просто испытать вас хотел, я ничего не знаю. Стали делать. Я помолюсь. Я не просто так, а я помолюсь. Вот они, у меня сто поклонов. Все время в руке, Библия. И она звонит. Операция пять часов шла. Успешно. Но температура большая, и врачи не могут сбить. Сердце слабое. Я говорю, ладно, я помолюсь. Ну как Бог? Она буквально через минут десять звонит. Температура резко пошла вниз. Может, никакого отношения я и не имею, но человек-то в это поверил. Я же молился. Вот я сижу дома и говорю, тут-то был студент, он сейчас священником стал, Вадим Щетвергов. Я его давно не вижу, уже лет шесть. А вы не знаете, где он? Никто не знает. Куда-то послали. Я никогда не спрашивал. Один раз спросил. Вышел на улицу, а он идет с женой. Не раньше, не позже. Вот у меня ночуют в этой комнате, вот где вы видите, священники, два священника. Я говорю, мне книги выкупать? У меня 38 томов вышло из печати. А денег нету. Давайте помолимся. А откуда деньги? Так я откуда знаю-то? Денег нету. Предоплата сделана. Сейчас мне нужно ровно 50 тысяч выкупить. Первое, это стихи мои. Ну так давайте помолились. Только легли спать. Ну часа полтора. Звонок. Алло, это в России? В России. По-русски говорят чисто, я вижу. А вы кто? Да мы из Америки звоним. У нас умер дядя, его Климент звать. Так сказали, у вас храм во имя Климента назван. Нам сказали, что там лучше молитвы доходят. Я говорю, такого нету. Молитвы везде доходят. Лагерь у меня назывался во имя Климента Анкирского. А нам все равно. Мы хотели деньги переслать. Повеста на ней он. Вы запишите наш номер. Десять цифр. Я записал. Утром иду, получаю деньги. Я не для себя это все. И книги это все раздал, подарил. 650 городов. А тираж-то тысяча всего экземпляров. Люди, которые здесь были священники, они пришли в страх. Это вы так молитесь. Да как я молюсь? Просто я сказал и Богу доверился. Я не знал. А Бог там в Америке их побудил написать и переслать деньги. И посылает как раз 50 тысяч. Да как это может быть? Я этого сам не знаю. Я держу голубей. А голуби у злого человека не водятся, как статья тут была. И ястреб хватает. И самую лучшую голубку опять унес. Ничего нельзя. В городе стрелять нельзя. Да и высоко. Что делать? Мы сделали, ну такое, срезки бывают. Вот там вам видно стоят, как это, палочки стоят. И вот такие вот. Из них сделали крест. Священник здесь. Водой святой полили. Я говорю, ребята, там слава. Андрей, я говорю, вы. Вот тут я колоби живу. Прямо улица идет. Упирается в опь. В приток ее. Там, среди деревьев, тополей. Повешайте, залезьте и повешайте этот крест. Ну там привязать надо. Он высокий. Метра три, наверное. Ну и что? Больше ни разу не залетел. А видели его? Видели. Он налетел только как бы где крест, не перелетая сюда. Летел только вдоль. Сюда уже ни разу. Он на лестнице сидел. У меня столько голубей перетаскал. Я это никуда не могу деть. Это Бог делает. Притом, если бы я сказал, а то люди это делали сами. Видели, как голубей он хватает. И видели, как крест ставят. И видят, что ничего нет. У меня живая связь. С первой книгой у меня было такое, что денег тоже не было. У меня денег нет. У меня пенсия 8141 рубль, 33 копейки сегодня. А тут одна женщина у нас заболела. Егоренко, Надежда Павловна. И она болеет и едва разговаривает. Рак у нее груди. Я говорю, Надежда, когда ты умрешь, 40 дней душа идет, мытарство проходит. А потом ты там Николу чудотворство найди. Вот Никольский храм, сейчас его назван. Он любит помогать. Скажи, что я очень нуждаюсь. Ну, люди-то слышат, я это говорю при людях, собрании. Ну, и все спрашивают, ну, какой ответ? Да никакого нет. Она умерла. Я еще перед смертью за три или два дня ее увидал. Я говорю, помню, помню. Она говорить не могла. И вот проходит 39 дней. 40 дней. Звонок утром. Что есть? Я говорю, нет, ничего нет. И в обед в дверь стук. Человек заходит. Вы говорили, вам деньги нужны. Я бы мог дать вам, но только одно условие, чтобы его и выполнили. Я не знаю, в силах. В силах. А что именно? Чтобы никто не знал, что я к вам приходил. То есть, у нее работает компания какая-то. И он один. А почему пришел? Вы не спрашивайте. Я потом узнаю. Вдруг он потерял покой. И среди ночи кто-то говорит. Дает ему адрес и приди сюда, помоги деньгами. У него маленький саквояжик такой. И я выкупил. Да, главное, узнали. Экспресс-газета. И написали. Помощь того света. У меня живая связь с Богом. Это, я говорю, малую часть того, что было. А когда мы ехали от Владивостока до Лиссабона, какие были встречи? Где мы ночевали? Это вообще. И главное, Собакова, немецкая овчарка, ураган. Это все у нас заснято. И он вернулся когда. И на первой выставке стал чемпионом Сибири. Закричитно-караульное. Но я в уголовном розыске занимался. Я дорогой занимался с ним. А когда второй раз вернулся из поездки, он стал чемпионом России. Это тоже что-то значит. То есть, куда бы я ни повернулся, везде мой Бог. Как до Ода Державина, Гавриила Романовича. Все Бог. Все Бог. И все рядом с ним. Поэтому я вам говорю, не выдумки. Нам лгать нельзя. Ложь от дьявола, от сатаны. Он лжец, отец лжи. Чтобы вы задумались. Я перед вами живой человек. 80 лет. Такая моя биография. Но я еще ни одной таблетки не съел. Я как будто с молодежью все время. Ну, больше 30 лет я сам себе не даю. А мне 80. Две голубятни. Я лажу туда-сюда на велосипеде езжу. А может, я сейчас умру? Не знаю. Но я 23 года обратился к Богу. И 56 лет прошел этим путем. Как я благодарен Богу за тех людей, которые Евангелие дали мне. Я просчитал. Я покаялся. И жизнь моя изменилась абсолютно во всем. Абсолютно. Даже как-то что-то случилось. Так, по-семейному. А моя мама и говорит моей жене. Ох, Надя, Надя. А если бы Игнатий-то был неверующий, что бы у вас сейчас было? У меня отец такой был крутой. У меня характер расовский был. Что бы было? А так я... Она не так, а я на молитву. Обернусь. Она стоит рядом молиться. Понятно? А тут бы что было? Пыль до неба. Я сурово отношусь как будто бы к людям. А на самом деле я люблю людей. И я ей говорю, слушайте, для Бога мы это делаем. Вот как. Вот вы играете сейчас. А у меня стихотворение написано. 3467. 86 положено на музыку. Их играют. Если вы запишите, сейчас скажу вам название одной хотя бы песни. Пример к себе своим воображением. Пример к себе своим воображением. Игнатий Лапкин. Только в YouTube. В YouTube только чтобы было. И сейчас увидите, он в моей гитаре играет. Ну-ка. Пример к себе своим воображением. Пример к себе. Нашло? Нет, сейчас тебе убью. А ну-ка включите, я послушаю. Там у меня наушники. Я не понял. Нашли, нет? Пример к себе. Да, у меня наушники. Я не могу их сейчас. А, то есть не стоит. Ну, играет на гитаре там, да, юноша. Видно? Да. Это мое стихотворение. А внизу текст написан. Понимаете, как с Богом хорошо. Бог дал этого человеку. Он как композитор и бард все положил. Это 86 стихотворений. Это очень много, которые поются. И не просто поются, а для многих людей они много значат. Я начальник детского лагеря. И об этом говорю. Все. О детском лагере. Лагерь. Стан в степи на навозной куче. Что может быть круче? А дети еще йох кричат. А припев такой в отдаленном этом месте хорошо. Пение птиц. Так. Чистый воздух оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. А у нас внизу большая яма такая. И подиум сделан. И дети сидят и играют на разных инструментах. Понимаете, это красота. Кто только не приезжал туда. И психологи удивлялись, как короткое время и дети становятся совершенно другими. А почему Бог? Мы начинали день с молитвы. Я вам говорю опыт. А это много значит. Чтобы вас Бог благословил. У вас талант играть. И в этот талант для Бога посвятите. Не какие-то шлягеры пошленькие, а настоящие. Вот у меня другая песня. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Называется. Я моряк был. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительный крен возрастал. Сметение разло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопастень виден плавник. Как туша убитая кем-то фенвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. И последний куплет такой. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной. Других я увлек за собой. Вас как звать-то? Дима, Дмитрий. Я не слышал. Димитрий, Дима. Георгий? Дима. Дима, это Димитрий. Это Митя мы зовем. Да благословит вас Господь. Вы еще только начинаете жизненный путь. Прислушайтесь, что я сказал вам. Мне от этого выгоды нет, где вы будете. Я знаю только, что сегодняшний день. Это водораздел. Вчераше не сегодняшнее. Вы уже никогда не скажете, что не слышали, что Христос умер за вас. Он любит вас. Достаньте Евангелие. Считайте. У вас другое содружество будет, другие песни. У вас такой возвышенный будет полет в жизни, что люди будут удивляться. А почему? Как ты мог так выйти? А ты видите, что наркотики, девки, блуд, пьянство. Ничего больше нет. Грязь и зараза. А когда с Богом, венчание в церкви. Такая красота. Сходишь на исповедь к священнику, причастишься. У тебя такой свет в глазах будет сиять. Вы на наш Ютуб только заходите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А если по скайпу решите, просто зарядите Игнатий Лапкин. Я один такой с этой фамилией. И тогда только скажете, что мы с вами разговаривали вот здесь. Я готов ответить на все ваши вопросы. Сохранит вас Господь и благословит. Я назову вас Митя. Митя так называли раньше. Ну, в ранечные времена. Я знаю, да. У меня Тихон, я Игнатий Тихонович, а отец Тихон Дмитриевич. У меня дедушка Дмитрий был. С Богом. Оставайтесь. До свидания. До свидания. Отключайте.